Дневной разворот Первая тема, тема неоднократно в нашем эфире поднимавшаяся, тема строительства, тема недостроев. В гостях у нас Дмитрий Сергеев, сопредседатель регионального штаба ОНФ, депутат законодательного собрания Кировской области, генеральный директор строительной фирмы «Маяковская». Сейчас поясним, почему так много мы называем должности Дмитрия Валерьевича. А первая тема рекотделения Общероссийского народного фронта составит список опасных недостроев. То есть будем говорить мы о том, каким образом обезопасить и прохожих, и жителей домов вблизи недостроенных объектов от каких-то посягательств не самых, может быть, благополучных жителей Кирова. Я бы даже шире взяла сейчас, Ань, посмелее. Взяла бы и все три темы, которые мы с тобой наметили, в этом части обозначила. Нет, мы, безусловно, озвучим. Мы оттолкнулись от недостроев, потому что она такая животрепещущая, и вот последние новости по ней были, но ведь еще есть две, как минимум, важные вехи, которые мы обозначим. Да, это безопасность детских площадок, этим УНФ тоже занимается. И еще одна тема, это проект формирования комфортной городской среды, ремонт дворов, который ведется, велся этим летом в Кирове, да, и сейчас завершается. Вот посмотрим, насколько укладываемся мы в сроки. Это очень важно, потому что на старте этого проекта заявлялось, что если мы не укладываемся в сроки, то мы не получаем финансирование на следующий год, или, по крайней мере, с его получением будут проблемы. Да, может быть, другой объем, там еще что-то урежется. Это тоже очень важно. Тем более, что октябрь месяц – это время окончательного приема работ по дворам в рамках этой программы, и нам нужно понять, как мы подходим к этому месяцу. Дмитрий Валерьевич, мы хотим сказать, что мы подготовили специальный опрос к первой теме. Это насчет заброшенных домов. Звучит опрос следующим образом. За порядком безопасности на заброшенных стройплощадках. Кто должен следить? Полиция, другие правоохранители, городские власти, застройщик, жители окрестных домов. Я сейчас смотрю результаты на сайте эхокирова.ру. И как там? Городские власти, 71, почти 72 процента говорят, 28 процентов говорят, 28,5 говорят, что застройщик, не полиция, не правоохранители, не жители окрестных домов. Что получается по факту? Мы выясним, кстати, можем выяснить даже с помощью наших слушателей, 211-101. Приходилось ли вам вызывать полицейских, писать жалобы властям с призывами помочь в связи с тем, что, например, на какой-то прилегающей территории есть недострой, и там творится безобразие? Ну, тебе-то приходилось, как я понимаю, поделиться личной историей. Я слежу за нашей страничкой ВКонтакте. ВКонтакте результаты следующие. Наиболее популярный ответ ВКонтакте почти 50 процентов. Это застройщик должен следить за порядком на заброшенных стройплощадках. Далее по 26 небольшим процентов два ответа набирают городские власти, полиция и другие правоохранители. Жители окрестных домов не должны следить за порядком. Ну, посмотрим вообще на самом деле, что вкладывается в это. Давай спросим сейчас сразу. Жаловаться-то на безобразие. Наверное, жители окрестных домов как раз должны в первую очередь. То есть сигнал одних должен поступать. Они бы, как мне кажется, не должны, но им приходится. Дмитрий Валерьевич, нам сейчас пояснить, с какой стати вообще ОНФ этой темой занялась. Добрый день. Тема животрепещущая. И как раз от обращения жителей нашей области, нашего города нас подтолкнули к приведению мониторинга, скажем, углубиться в эту проблему. Недострой есть не только в городе Кирове, есть и по Кировской области. И мы на сегодняшний момент составляем просто перечень тех домов, которые, не домов, наверное, больше зданий, сооружений, которые на сегодняшний момент не достроены, строительные площадки не огорожены. То есть есть доступ посторонних лиц. Соответственно, там и происходит различное рода безобразие. А еще, что часто встречается, это место, любимое для детей, для подростков. И вот как результат несчастных случаев, произошедших в городе Котельнич, когда с пятого этажа упала девушка-подросток, получила тяжелую травму. То есть еще и направленность на безопасность. Она жива осталась? Она жива, но травма тяжелая. Вот, к сожалению, эта тема очень напоминает историю с сосульками знаменитую, да, которая не прекращается у нас вообще все последнее время. Да не только последнюю. Сколько я себя помню, всегда они падали, и люди травмировались, и каждый год говорят, что больше нельзя допускать такого. Я про то, что мы следуем нашей русской традиции, да, пока гром не грянет, мужик не перекрестится. И в данном случае получается то же самое. Жители жалуются, ОНФ инициируют. А что вам говорят на эти ваши инициативы городские власти? Муниципальные власти, я бы уточнила, да. К сожалению, гром уже грянул. То есть вот эти недостроения появились не сейчас, они не накоплются. Там десятки лет. Городские власти пока, и, скажем, власти муниципальные пока выдерживают паузу по этому вопросу. Значит, по всем выявленным случаям мы, во-первых, сами проверяем, то есть съездили, софотографировали на самом деле, что есть не объект, есть возможность туда свободного доступа, и дальше у нас идет обращение в муниципалитет. Если мы не получим ответ, либо нас ответ не удовлетворит, мер никаких не будет принято, значит, в следующий момент это наше обращение будет уже в надзорные органы, то есть органы прокуратуры. На сегодняшний момент начинать нужно с того муниципалитету, как я вижу. Это определиться, а законное это строительство или нет. То есть если этот объект незаконный, то есть на него не выдавалось разрешение строительства, то что, на наш взгляд, должен сделать муниципалитет, это выйти в суд и принудить собственника снести незаконный объект строительства. А если он не согласится? Суд. Нет, 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 собственник. Суд. Нет, здесь уже собственника никто не спрашивает, здесь уже вопрос будет решать судья. То есть если она вынесет решение о сносе, то собственник либо его выполняет добровольно, либо судебный пристав исполняет его уже в рамках исполнительного производства. Если объект заброшен, то нужно искать собственника земельного участка, в чьей территории этот объект был построен. Почему искать застройщика? Может быть, застройщик был принят по договору, и договор уже расторгнут, поэтому искать застройщика, может быть, за его уже и как юридическое лицо не существует. Но у собственника, хозяин земли, он все равно есть. Будет ли это частное либо юридическое лицо, будет ли это муниципалитет, либо какой-то орган власти, но собственник в любом случае он есть. То есть через органы Росвеста мы собственника все равно найдем. И следующий момент – это собственника обязать привезти его объект в соответствии с действующими правилами. Например, на территории города Кирова есть правило внешнего благоустройства города Кирова. Нормативный документ, в соответствии с которым должны быть огорожены все строящиеся объекты в том числе. – Ну, слушайте, вот огорожено – это такое, конечно, широкое очень понятие. Вот для меня, например, нет сомнения в том, что если, например, есть заброшенная стройка, и там нет сторожа, то в любом случае там доски в заборе будут выломаны, в металлическом заборе будет проделана дырка какая-то, да, вот теми гражданами, которые туда стремятся с какими-то целями, не знаю, какими. Кто-то там распевает, например, да, эти же дети бегают по этим стройкам, да, бомжи там живут, ну, я не знаю, вот как, то есть забор вроде есть номинально. – Вот если дырка в заборе, это несоответствие правилам. – Так. – Значит, дырок быть не должно, забор должен быть двухметровый, то есть вот если эти нормы будут выполняться, то доступа сторонних людей туда не будет. – Дмитрий Валерьевич, сколько уже удалось объектов исследовать? Потому что, насколько я понимаю, когда люди звонят вам по телефону 25 18 24, и вы принимаете такой сигнал, вы обязательно выезжаете на это место, чтобы убедиться, что это действительно так. – Да, конечно, сигнал нужно подтвердить, то есть в течение недели обычно, если это город Киров, то мы успеваем съездить. Если это районы, то здесь может быть чуть побольше, то есть в зависимости от того, где находятся наши активисты, люди, которые смогли бы туда доехать, зафотографировать просто это и потом переправить нам. – Сколько объектов? – То есть на конец позапрошлой недели было пять. – Позапрошлой? – Позапрошлой. – То есть по итогам прошлой недели? – Еще есть обращения, то есть мы сейчас их проверяем. – Ага, значит приезжают, фотографируют, дальше что делают? – Дальше мы готовим обращения в муниципалитет, муниципалитет в течение 30 дней обязан нам дать ответ. – То есть вы просто сообщаете, что вот есть такой объект, вот, пожалуйста, фотографии, ответьте нам, в каком статусе находится этот объект. – Ну, мы все-таки общественная организация, да, то есть за органы власти мы работу провести, но у нас нет таких полномочий, да, то есть вот первый наш шаг – это, естественно, обращение в муниципалитет о том, что нами выявлены нарушения. – Они что-то должны вам ответить? – Обязаны. – Через месяц. – Вот, они через месяц вам должны ответить. Дальше вы смотрите, то есть пока они просто вам отвечают и не говорят, что они собираются делать. – А в ответе они должны написать, что они должны делать с нарушением. – Должны. – Ну, иначе ответ в чем? – То, что нарушение подтвердить, то есть то, что они не работают. – Такое тоже случается, что уж рядом. Хорошо, 211-101 номер телефона прямого эфира. Скажите, нам приходилось ли вам когда-нибудь обращаться в органы местного самоуправления, либо в полицию по поводу безобразия, которые творятся на заброшенных территориях, и мы имеем то сейчас незаконченное строительство, если оно находится рядом с вашим домом. Ну, пока собираются силой духа наши слушатели, я приведу собственный пример. Еще раз, вот просто мы не раз здесь уже говорили с обманутыми дольщиками и с Новым Сергеевым, когда, там тоже уже есть такие истории с двойными продажами и прочим, когда людям говорят, что вы зафиксируете свое право собственности, потом будете бороться за то, чтобы продвигалось строительство, и вас не спасет ни в коем случае нигде находится этот дом, в центре города или на окраине. Будет он бельмом на глазу, проезжающим мимо администрации или нет. Находится рядом полицейский участок или нет. Потому что вот на примере своего дома, которым я все время... Это просто очень показательный пример. Мы можем десятилетиями его приводить, мне кажется, пример теперь уже. У нас находится в двух шагах буквально здание областного ФСБ, ОМВД. Сотрудники этих ведомств паркуются прямо у нашего дома. Пешочком прогуливаются, да? Да, в одном квартале находится полицейский участок, тут же... В двух кварталах мэрия. В двух кварталах мэрия, театральная площадь. Прекрасно знают начальники управления истории с нашим домом. Все прекрасно знают. Дом недостроенный. Я как раз позвонила по вашей горячей линии, правда, приняли мой звонок. Приняли мой звонок и, собственно, вроде как выезжали и фиксировали. Правда, я просила, например, я могу предоставить фотографии с показательными, которые... Последствия распивания спиртных напитков, встреч бомжей, детей и кого угодно показывают. Но этого не случилось. Но, видимо, сами справятся. Посмотрим. Так вот, ничего не происходит абсолютно с этим домом. Он только разрушается постепенно. Там один жилой подъезд, недострой с одной стороны, недострой с другой стороны, абсолютно ничего не происходит. То есть дом у тебя на Стрелке, улице Горбачёва и Молодая Гвардия. Да, совершенно верно. И вот не было такой ситуации, вы знаете, в прошлые годы. А в этом году очень активно, практически каждый день, в летний период абсолютно точно, в выходные дни, там собираются большие и маленькие компании. Подростки в первую очередь, подростки в первую очередь, с напитками и без. Разные были ситуации, от трёх до пятнадцати, двадцати человек собираются. Света, в какое время это происходит? И в вечернее, и в ночное, и даже в утреннее. В утреннее особенно любят там бомжи. А при массовых мероприятиях, типа Дней города, Дней романтики, ещё каких-нибудь, очень любят пожилые женщины заходить туда в туалет. Просто, вот просто, там, серьёзно. Прямо обычные, просто идут, вот они на праздник. Куда ещё? Вот сюда. Не стесняются, заходят. Я вызывала этим летом, не помню, сколько раз полицию, пять или шесть раз. Просто потому что страшно даже заходить в подъезд. Полиция приезжает, проверяет, кого-то разгоняет. Иногда я сама делаю замечания, и компания успеет, успевает разойтись, когда я говорю, что сейчас приедет полиция. Но что говорит полиция? Я говорю, может быть, вам не сложно, тут же центр, тут же рядом с вами, собственно, всё. Просто проезжать и патрулировать. Вы же ездите на патрульной машине. Они говорят, нет, мы не будем заезжать и патрулировать, мы приезжаем только по вызову. А вы в следующий раз, говорит, не разгоняйте компанию, потому что что мы тут будем отмечать? Вот ваш вызов ложный получается. Компания разошлась до нашего приезда. Похожи ли они на скинхедов, спрашивали меня. Были ли они бритоголовые? Нет, говорю, вроде не похожи на скинхедов. Были эти подростки с пивом, да, но не с ракезами точно. Они говорят, ну, тогда мы не сможем написать, что это террористическая угроза, например. То есть только под угрозой терроризма, видимо, сейчас что-то может произойти в нашем городе. Да, я прошу прощения, у нас есть звонок, давай примем его, уйдём на перерыв и продолжим тему. Добрый день. Здравствуйте. Представьте. Извините, пожалуйста, у меня вот какой вопрос. Ленина 6, около Старого моста. У нас разгромлено, входная у нас был дом, готовили на дровах. И входное, куда скидывали дрова в подвал, разгромлено. И бортиков не сделано. То есть осенние дожди, этот будет залив. Затем я инвалид второй группы по опорно-двигательной системе. У нас новый председатель подставил... Мы просим прощения, извините, пожалуйста, у нас конкретная тема. Это недостроенные дома, здания и так далее. А по дворовым территориям у нас сегодня же вопрос. Нет, это не сейчас, я прошу прощения, нет. Давайте мы будем принимать по теме сейчас звонки. Вот кто конкретно про недострой, тот звоните 211-101. Сейчас уйдём на перерыв, после перерыва продолжим тему. Продолжается программа «Дневной разворот». Здесь Тудяна Лапшина и Светлана Занько. Наш гость Дмитрий Сергеев, сопредседатель регионального штаба ОНФ, депутат Заксобрания Кировской области и гендиректор строительной фирмы «Маяковская». Мы ещё не закончили с вопросом о недостроях в нашем городе и в регионе в целом. То есть мы сейчас видим разные совершенно объекты. Есть объекты, например, моего дома, часть которых, например, сдана. Земля вроде бы как перешла, часть земли перешла по ТСЖ. Есть участок недостроя заброшки. Непонятно вообще, что с ним будет. Наши вот обращения ни в полицию, ни в прокуратуру, ни в местное самоуправление не привели ни к чему, вообще ноль. Но тебе предложили хороший выход в Фейсбуке. За 10 лет. За 10 лет. Что вы мне сказали? Хороший выход. Тебе предложили в Фейсбуке позвонить в полицию и сказать, что возле твоего дома собрались активисты «Открытой России» или ещё какой-то. Мне же конкретно сказали. Вот если нет террористической угрозы, то ничего не получается. Дальше, значит. Вот есть объекты бизнес-строительства. Например, овраг Засора. Очень такой примечательный объект, которым нам обещали распрекраснейший центр китайской медицины. Строили-строили, ничего не построили. Всё забросили. И этим летом там тоже бегают подростки, играют в квесты, их сменяют ночью алкоголики, вечером у них белочка, крики. И тоже, пока не позвонят местные жители, полиция не приедет. Потому что, ещё раз жители, напоминаю, у нас заявительная система. Пока вы не позвоните, полиция не приедет. Даже если вас будут бить, убивать и что угодно. Пока не позвонят, не приедет. У нас есть объекты, вот тут сейчас в перерыве сказал Дмитрий Валерьевич, есть областного значения, например. Это незастроенное здание больницы или поликлиники на пересечении улицы проспект Строителей и Юровской, по-моему. То есть, со стороны фасада там есть ограждение. А в пятницу мне был звонок о том, что с противоположной стороны, там где не видно, там забора нет, соответственно, есть доступ любого желающего на этот незастроенный объект. Так, тоже жалоба пока поступила. Да, жалоба поступила, значит, вот на этой неделе будем выезжать, смотреть, фотографировать и дальше обращение в муниципалитет. А вообще, когда вы эту всю историю начали, к вам как-то обратились, взяли власти, сразу так обратились, сказали, да вы знаете, Дмитрий Валерьевич, вообще-то мы работаем по объектам таким. Вот у нас тут результат, здесь результат. К сожалению, когда у властей нет обращений, то у них всё хорошо. Хорошо, то есть, почему мы сейчас обращаемся к жителям города Кировской области, сообщите нам. То есть, мы сами всё, наверное, не сможем увидеть, не всё мы знаем. С вашей помощью мы найдём эти объекты, когда обращение одно, второе, третье, четвёртое, пятое, то есть, не всё хорошо. То есть, это система. То есть, вот этот, скажем так, эти факты носят массовый характер. То есть, на них нужно обращать внимание и вырабатывать уже какой-то алгоритм действия по данному вопросу. Когда это единичный случай, то на него, скажем так, ну, смотрят как, ну, да, будем решать, но потом. А когда это массовый характер, то, к сожалению, уже падают, да, то есть, травмы есть. Когда это носит массовый характер, тогда мы можем уже это поднимать и через СМИ, то есть, пользуясь вашей помощью. То есть, и сами делать обращения, и на какие-то другие площадки использовать, то есть, заставлять власти обращать на это внимание. Вот я хочу, кстати, сказать, что Игорь Владимирович Васильев, который в час дня придёт сюда в прямой эфир, в интервью, накануне своей инаугурации, он ведь говорил неоднократно, он тоже о нашем городе говорил, о Кире, что территория требует комплексного подхода, комплексного развития, да. Не должно быть такого, что есть дорога, нет тротуара, есть тротуар, нет газона, есть газон, дом недостроен. Я так вот это понимаю, да. Мне очень странно, что до сих пор городские власти терпят вот эту вот ситуацию, да, и не обращают внимания на такие опасные дома. Потому что, что касается падений, в особенности подростков, я не знаю, на социальные элементы, может быть, не так народ смотрит, хотя эти тоже могут, просто они высоко не сбираются, им хорошо на земле. А подростки, да, они лезут. Вот у нас тоже пятиэтажка, и вот этот недострой представляет из себя такой железный остров с лестницами. Они лазят прямо вот туда наверх, уже там были поджоги, не дай бог, будут падения. Или пожар. Я не понимаю, что ждут. Вот честно говоря, Дмитрий Валерьевич, отлично, я не понимаю, что ждут. У нас происходит так. То есть, ну, вы будете до конца эту ситуацию отслеживать? Конечно. По каждому абсолютно объекту, по которому подана жалоба. Давайте еще раз назовем телефон 25 18 24, есть еще альтернативное, да? 23 либо 22. Да, 25 18 23, 25 18 22. Следующий вопрос. Да, по будням, я так понимаю, что принимаются звонки, наверное, часов с 10 примерно до 5. Через сайт УНФ можно найти нашу электронную почту, можно оставить свое сообщение по электронной почте. В любое время дня. Ну, вот, кстати говоря, на сайте хакеров.ру увеличилось количество тех, кто проголосовал за ответ городские власти на вопрос за порядковой безопасностью на запрошенных стройплощадках. Кто должен следить? А ВКонтакте такая же история. По-прежнему все-таки застройщик – это самый популярный ответ. Ну, по закону, я так понимаю, застройщик должен. Собственник, наверное. Здесь я бы все-таки, если речь идет именно о заброшенных объектах, то застройщика, если нашли туда, конечно, застройщик, но застройщика, наверное, найти будет уже проблематично. И здесь нужно претензии предъявлять к собственнику. Все. Будем следить за ситуацией. Переходим к следующему вопросу. Итак, формирование комфортной городской среды. Более 60 дворов нам обещали, насколько я помню, привести в порядок этим летом за деньги, которые поступили нам. Насколько я помню, это 113 или 114 миллионов федеральных денег на благоустройство дворов. И надо сказать, что к концу лета примерно, то есть это в августе, вот мы собирались в последний раз по этой теме, мы столкнулись с тем, что к августу, к концу августа, не по всем территориям еще даже конкурсы прошли. Вопрос, ну, просто я не знаю, как это так. Лето прошло, началась осень, дожди, все, и мы пошли благоустраивать территории. Что происходит? Ну, давайте еще обозначить то, что у нас не только дворы, но и места общего пользования. Кончеровский парк тоже не закончен на строительство, тоже идет по этой же программе. А там большая была сумма? Там большая сумма, и там работы ведутся. Я надеюсь, что они будут выполнены в этом году, но, тем не менее, на середину сентября работы еще не закончены. Ага, то есть есть шансы, что какая-то часть работы отложится? Надеюсь, нет. Вопрос, наверное, не по адресу. Помимо этого, у нас идут еще и работы по дворовым территориям. То есть по дворовым территориям есть дворы, где работы уже закончены, есть дворы, где работы еще не закончены. Вот по тем дворам, где работы закончены, уже есть обращение от жителей. Мы сегодня выезжали по одному такому адресу. То есть там вопрос к качеству выполненных работ. Давайте адресом назовем. Екатерина Кочкиной дом 8, корпус 1 и корпус 4. Что там делали? Значит, там асфальтирование двора, газоны, скамейки, урны. То есть вот по этому данному объекту есть, я не скажу, что дефекты, есть недочеты. Есть, которые исправимы. Насколько мне известно, в пятницу я уточнял вопрос, значит, акты выполненных работ на сегодняшний момент еще не подписаны. Мы встречались с жителями. Жители нас по этим же, опять же, недоделкам, вот этим дефектам... А что за недоделки-то вот эти устранимые? То есть скамейки какие-то неправильные? Начнем с асфальта. Хорошо. Это самая больная тема для наших дворов. То есть дворы не ремонтировались там по 30-40 лет. И, естественно, конечно, требования к их качеству люди предъявляют, потому что понимают, что в ближайшие 30-40 лет последующие вряд ли кто-то будет к ним возвращаться. Поэтому есть вопросы, вот на данном дворе, то есть мы видели неправильно выполненная стыковка асфальта, то есть одного слоя и второго, когда происходил технологический разрыв. Ну, если так, они должны выполняться стыка, сделанный внахлёст. Там мы увидели незаделанные швы или, скажем, нарушение технологии установки бордюрного камня, то есть когда между бордюрным камнем и асфальтом есть щели, наверное, сантиметра полтора. Это значит, что вода будет затекать, да? Да. Есть вопросы по колодцу дождеприёмному, то есть он установлен неправильно, он сантиметров на 10-15 ниже, чем асфальт. Они должны находиться с небольшим уконом, вода должна к нему подходить, но такого перепада высоты быть не должно. Слушай, а к нам же машина может колесом в ямку попасть. Ну да. Есть вопросы по обрыву, там, где закончилось благоустройство, которое выполнялось в этом году, из той территории, которая осталась неблагоустроенной. Ну, она, есть там, скажем, дорожки пешеходные, то есть к ним нужно сделать примыкание с соответствующим уконом, то есть там просто идёт перепад высоты. Есть асфальт, примыкание к старому асфальту тоже, сопряжение сделано неправильно. То есть вот такого плана это устранимо. Так это ведь немало. Ну, это устранимо. Хорошо. Даже в октябре? Даже в октябре. То есть вопрос сейчас к администрации, чтобы она при приёмке работ, ну, на эти моменты обратила внимание и добилась их устранения до того, как деньги будут оплачены. Мы сейчас, значит, опять же обращаемся к жителям тех дворов, где уже работы закончены. Дайте нам сигнал. Если вы что-то видите, что вас не устраивало, то есть мы придем, посмотрим и опять же будем обращаться в администрацию. Потому что заказчиком по данной программе является администрация города Кирова, либо муниципалитеты на местах. Дмитрий Валерьевич, поясните, пожалуйста, ещё вот какую вещь. Администрация до момента приёма вами, как общественниками какой-то территории, она имеет право подписать акции за платить деньги или нет? Вот смотрите, мы как общественники в этой приёмке вообще-то никак не регламентированы. То есть здесь у нас прошёл конкурс, объявленный муниципалитетом. Дальше выполнение конкурсного задания должен, опять же, контролировать муниципалитет. И после приёмки муниципалитет должен рассчитаться с подрядчиком. То есть какой-то общественной приёмки в этом процессе есть участие граждан, но вот общественных организаций в этом процессе нет. То есть вы по собственной инициативе приезжаете, да, и только по сигналам? Почему важно звонить? Ну вот мы знаем какие-то объекты, на которые, может быть, и сами выйдем, но все объекты, естественно, нам объять, может быть, и не получится. Поэтому, опять же, просим помощи от жителей Кировской области. Поскольку это деньги бюджетные, поэтому мы и обращаем на это внимание. Если бы это были небюджетные какие-то коммерческие деньги, естественно, мы в этом процессе, наверное, не принимали бы участие. Здесь деньги бюджетные. Хорошо. Мы сейчас сделаем небольшой перерыв и вернёмся после рекламы. Напоминаю, что в студии нашей Дмитрий Сергеев, сопредседатель регионального штаба ОНФ. Дмитрий Сергеев, сопредседатель регионального штаба ОНФ. В нашей студии мы продолжаем говорить о контроле за выполнением программы формирования комфортной городской среды. Это ремонт дворов и территории общего пользования за федеральные деньги. Да, вот и здесь, 211-101, вот как раз настало время, чтобы вы могли позвонить и рассказать о том, как у вас ведётся реконструкция двора по этой программе, конкретно по этой программе. Комфортная городская среда. 211-101, все жалобы, которые сейчас прозвучат в эфире, будут приняты ОНФ и включены в контроль. Тут вот тоже действует заявительная система, как сказал Дмитрий Сергеев, не позвоните, не напишите, но, собственно, мы и знать не будем. Мы просто всё охватить не сможем, мы, естественно, выезжаем на некоторые территории, но всё не успеем. И, пожалуйста, да, вот, пожалуйста, об этом говорите, потому что мы-то знаем, что город, конечно, по крайней мере, он заявляет и говорит о том, что постоянно контролирует эту работу. Самая большая беда, Дмитрий Валерьевич, тут, что граждане, на самом деле, мало разбираются, по какой именно программе идёт реконструкция. Они разбираются, потому что отсутствует напрочь информационная работа. А я тебе ещё больше скажу, граждане не приучены к тому, что о них заботятся, да, и что-то для них делают, и поэтому даже асфальт не очень ровно состыкованный, даже колодец немножко больше, чем нужно, утопленный, воспринимается ими... Как благо большое. Как благо, да, какое счастье, что сделали, хоть что-то сделали, хоть как-то. Не, ну я вот не могу ругать людей за такую позицию. Ну, Свет, конечно. Правда, на самом деле, вот Ласа почему-то замечает другое. Они говорят, что настолько не привыкли жить хорошо, что даже когда им что-то делают, то всё равно жалуются. А у нас тут вот получается, что не жалуются, а обратная ситуация. Но всё-таки 211-101, пожалуйста, звоните. Ну, вот это вот, кстати говоря, если будете продолжать, если УНФ будет продолжать эту работу, Дмитрий Валерьевич, вот особое внимание на информационные таблички, а их нет. Вот вопрос информированности, как раз в этом и, наверное, основная проблема, когда люди видят проблему, то есть видят некачественную выполненную работу, может быть, ещё что-то, да, они не знают, кому прийти, тот орган, который должен контролировать этот вопрос. То есть если вы не знаете, позвоните нам, либо мы сами, либо мы вам подскажем, кто должен этот вопрос решать, и потом просто отконтролируем, а решили или нет. Позвоните нам по какому телефону, давайте напомним ещё раз. 25, 18, 24. 23 и 22. Да, пожалуйста, это УНФ, хотя на расправедливости ради надо сказать, что... Да, не только мы защитляем контроль за этой программой, есть и другие общественные организации, общественная оплата в том числе. Ну и, собственно говоря, и городские власти, и управляющие даже компании должны за этим следить. Они в первую очередь должны были заинтересованы, чтобы на территории, где выполняются эти работы, они как можно дольше жили спокойно, потому что вопрос содержания общедомового имущества – это обязанность управляющих компаний. Ну вот, кстати, к нам тут последовательно приходят главы теруправлений, спасибо им большое, что не отказывают, и по средам к нам приходят. Они неоднократно говорили о том, что прежде всего нужно обращаться в свою управляющую компанию, и то, что люди до сих пор туда не обращаются с этим конкретным вопросом, это тоже вопрос доверия к своим управляющим компаниям, и качества их работы, в том числе и с населением. Это вопрос дозвона в управляющую компанию. Извините уж, пожалуйста, за такое слово. Сейчас у Ани в глазах печаль была. У меня нет управляющей компании, поскольку и дома как такового нет. Давайте еще буквально две минутки по этой теме. Я бы по срокам хотела поговорить. Это важно. Я вначале это специально акцентировала. Мы должны уложиться в программу, мы должны сделать как можно больше и как можно лучше, потому что от этого зависит, дадут нам денег на следующий год или нет. И если да, то сколько, правда? Однозначно. В каждом контракте срок проведения работ он прописан, но это не должно уходить дальше октября месяца, потому что там уже пойдет снег. По идее, две недели осталось. Не так много времени, скажем так. Соответственно, мы сегодня просто заезжали на том же Екатерине Кочкиной. Есть еще дворы, которые управляли в эту программу. Там еще асфальт даже не начинали укладывать. А уже дождь. А уже Беломухини за горами. Это о снеге идет речь, если что. Программа пятилетняя. Этот год только стартовый. И пока финансирование по регионам на следующий год не определен. То есть я думаю, что вот эта цифра будет определена с учетом реализации программы в этом году. То есть как успешно регионы отработали, соответственно, это повлияет на то, сколько денег мы получим на благоустройство нашего жизненного пространства в следующем году. Да, скажите, пожалуйста, конкурсы прошли по всем территориям? По всем территориям состоялись? Вот эти по запланированным? Насколько мне известно, да. Так, а последние когда приступили к работам? А еще вроде даже не приступили. А вот так вот даже, да? К сожалению, да. А сегодня 18 сентября. Успеет. Успеет. Ну, вопрос в том, какого качества будет, да, вот эта вот вся работа проделана. Ну, смотрите, деньги выделили, да. То есть деньги дал государство. То есть вот на государственные деньги должно быть все выполнено качественно и долговечно. То есть вот это как раз вопрос к муниципалитетам, чтобы они этот вопрос не освоили деньги, а сделали качественно. Вот это, на наш взгляд, наверное, первоочередно в этой программе сделать хорошо, чтобы люди от этого получали комфорт, удовольствие. Слушайте, а если сделают плохо, в следующем году переделывать будут или как? В контракте в любом случае там написаны гарантийные сроки, но вот это не самая цель, чтобы заставить переделать. Самая цель, чтобы сделали сразу и хорошо. Я понимаю, да. Гарантийные сроки по этой программе, они есть. Есть. Я, кстати, не отследила этот вопрос, но вот когда к нам приходила в среду Долгополов Михаил Александрович, Октябрьский район, глава теруправления, он как раз говорил о том, что именно в среду вечером должно было состояться рабочее совещание в городской администрации по поводу определения критериев попадания в программу «Комфортная городская среда» на будущий год. Я буквально вот сейчас зайду, посмотрю, критерии выложили или нет, потому что пока в новостях тоже не видела, чтобы написали, что определены критерии, ла-ла-ла, попадания в программу. Нет, что-то там мэрия принимала. Это на текущий год. То есть на этот год критериев не было, может быть, что-то изменилось. Не было. Вот в среду должны были установить. И наши обращения в администрацию пока заканчиваются тем, что пока не появятся критерии, определенные Минстроем, мы готовить не будем. Может быть, что-то изменилось? Мы узнаем уже в ближайшую среду, я думаю. Хорошо. Подробности. Хорошо. Остается три минуты. Еще один важный вопрос. Это инспекция безопасности детских площадок. УНФ этим вопросом занялся, насколько я помню, около полугода назад. Ну, год назад мы тоже мониторинг такой проводили, и на тот момент мы более 60% обследованных детских площадок признали непригодными для нахождения, небезопасными. Сколько процентов? Более 60% небезопасными для нахождения на них детей. Это большая часть в Кирове, наверное, все-таки мониторируется. Мы выезжали и привлекали наших активистов и в других районах нашего Боснии. То есть это не только город Киров, хотя город Киров здесь не является исключением. Здесь ситуация не изменилась, она может быть с течением времени, но только усугубляется. Вопрос, наверное, опять же... То есть вы ездите, мониторите, выявляете факты недостатки. Недостатки устраняются или не устраняются? Вот первый момент. Нет норматива, который бы регламентировал проведение работ по содержанию детских площадок. Он есть рекомендательного характера на федеральном уровне, а на муниципальном и областном уровне документов таких нет. То есть это еще хуже, чем со стройками? Наверное, да. То есть здесь, да, мы нашли о том, что это не соответствует пункту такому-то статьи, такой-то, закона такого-то. Вот это мы не можем написать в нашем обращении. И, соответственно, уже какие-то контролирующие органы не могут нам в этом вопросе помочь. То есть здесь мы обращаемся в первую очередь к жителям дома, потому что те детские площадки, которые находятся на придомовой территории, это их собственность. И, опять же, управляющие компании должны их содержать в безопасном состоянии, и обращения от жителей в управляющую компанию должны поступать. К сожалению, в этом году, опять же, есть нечастный случай. Дети пострадали в городе Кирове. Один случай – это когда концом проволоки от ограждения детской площадки попало ребенку в глаз. К сожалению, глаз пострадал, глаз удалось спасти, но зрение у ребенка упало. И недавний случай – это, по-моему, прошлая неделя, когда конструкция обрушилась, предъявила ребенка, опять же, ребенок получил травму и оперировался в травматологической больнице. То есть это не просто, скажем, недостатки, они ведут к получению, к вреду здоровью наших детей. Да, я даже не знаю, что сказать. Прямо страшно. То есть наше обращение было и к властям, как на региональном, так и на областном уровне, о том, чтобы какой-то документ, который бы регламентировал эти работы, у нас был принят. Нам и им самим было бы проще. Почему? Когда случай произошел несчастный, соответственно, какого-то стрелочника все равно найдут. Конечно. Но о том, что он должен был эту работу выполнять, как обычно у нас этот человек не знал, потому что не было норматива. Не было инструкции. Дмитрий Валерьевич, а на каких площадках происходят в основном несчастные случаи? Площадки старые, нереконструированные или уже новые, тоже опасные для жизни детей? Не знаю, когда эти площадки были сделаны. Единственное, что скажу, что один случай произошел на придомовой территории, один на местах общего пользования. То есть, соответственно, где должны, по идее, были бы осуществлять контроль муниципалитет. То есть, есть у нас и по старым площадкам, которые давно уже существуют, основные нарушения это какие? Это незакрепленные конструкции, это коррозия, либо уже сгнила сама конструкция, то есть она может в любой момент обрушиться. Есть случаи, когда площадки горожной сетки рабятся, а у сетки рабятся, если вы знаете, там концы вот торчат по 10-15 сантиметров, они очень тоненькие, вот эта проволока торчит, вот как раз этот несчастный случай, вот именно так и произошел. Ну и недавно стали появляться конструкции веревочные. Вот эти конструкции, опять же, они не очень долговечны, то есть через какой-то промежуток времени их нужно обновлять. Да. 211-101 номер телефона прямого эфира. Но вот уже, к сожалению, кстати, по этому номеру вы сейчас не дозвонитесь. Еще раз напомню номер ОНФ, штаба ОНФ, 25, 18, 24, 22 или 23. Три темы мы сегодня обозначили. Это недострой в Кирове, Кировской области. Комфортная городская среда заканчивается, реконструкция дворов сообщает о качестве работ в этом году. И принимаются жалобы по состоянию детских площадок. Все туда, все в ОНФ. Мы благодарим Дмитрия Сергеева, сопредседателя регионального штаба ОНФ, депутата ЗАГС Собрания Кировской области. Будем еще встречаться. Я думаю, что, конечно же, будем отслеживать эти вопросы. Но я надеюсь, что жители будут активнее принимать участие вот в этих телефонных горячих линиях. Сейчас мы благодарим нашего гостя, прерываемся на новости, рекламу и тематические программы. А в следующем часе к нам придет Владимир Шабардин, уполномоченный по правам ребенка в Кировской области.